Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 июля. Святитель Петерим, епископ Тамбовский в миру Прокопия, родился 27 февраля 1645 года в городе Вязьме. С юных лет Господь готовил Прокопия к высокому духовному служению, которое ему предстояло выполнить. Еще в детстве его обучили грамоте. Любимым занятием Прокопия было чтение святоотеческой литературы и житии святых. Это способствовало формированию духовного облика будущего святителя. Мальчик удивлял окружающих трудолюбием, обширными знаниями и зрелостью суждений. Он был наделен художественным талантом, успешно занимался писанием икон и был глубоким знатоком церковного пения. Высокая духовная настроенность рано вывела Прокопия на путь иноческих подвигов. Решив всецело посвятить себя Богу, он поступил в Вязинскую предтеченскую обитель, известную строгостью своего устава. На 21 году жизни он был пострижен в монашество с именем Петерим. В своей подвижнической жизни молодой инок заслужил уважение монастырской братьи и был избран воегумена. В 1684 году его возвели с анархимандрита, 15 февраля 1685 года, патриарх Иоаким, 1674-1990 года, вызвал его в Москву и рукоположил воепископа Тамбовского. Созданная в 1682 году Тамбовская епархия страдала от крайней нищеты и грубой непросвещенности ее обитателей. Едва ли не большую часть населения составляли язычники, мордва, черемисы, мещера. На территории епархии проживало также много татар, ожесточенных противников христианства. Среди христиан, населявших епархию, насчитывалось много раскольников и беглых или ссыльных преступников. Святитель горячо взялся за разрушение встававших перед ним задач. На месте ветхого деревянного храма в Тамбове он начал строить двухэтажный каменный кафедральный собор в честь преображения Господня с пределом во имя святителя Николая. Святитель Петерин не только внимательно следил за постройкой храма, но даже сам участвовал в строительных работах. Большое внимание святитель уделял духовному просвещению. Он устроил для священнослужителей специальную школу, где под его руководством воспитывались достойные пастыри церкви. При архиерейском доме трудами святителя собиралась библиотека духовной литературы. Он часто совершал поездки по епархии, чтобы иметь возможность на месте вникать в нужды общины. Будучи дерзновенным молитвенником и ходатаем перед Богом, святитель Петерин никогда не забывал о христианском смирении. Не полагаясь на собственные человеческие силы, архипастер осенил зеренный ему брогом город Тамбов иконами Спасителей и Казанской Божьей Матери, поместив их на двух главных воротах. Святитель Петерин много молился и учил молитве своих посомых. Он ежедневно присутствовал на богослужении и часто сам совершал священодействия. В тех же случаях, когда святитель не служил, он пел на клиросе, научая клириков правильному церковному пению и чтению. В своей келье святитель особенно часто молился перед иконами Дев Петеринской Божьей Матери и святителя Николая. Глубокое благочестие, деятельность сострадания к ближним и мудрое терпение святителя в беседах с раскольниками и новерцами располагали их к полному доверию его словам. Личным примером святой жизни и силой благодатного слова святитель многих привел к истинной вере. Родная сестра святителя Екатерина стала первой настоятельницей основанного им в 1690 году Вознесенского женского монастыря. Святитель Петерин тонко ощущал красоту родной природы, которая возбуждала в нем чувство молитвенной благодарности к творцу видимого мира. Любимым местом его прогулок и благочестивых размышлений был построенный в глухом лесу Трегуляев монастырь Иоанна Предтечи, основанный вместе с духовным другом святителем Митрофаном Воронежским. Святитель поставил большой деревянный крест с изображением Спасителя. Подобно великим подвижникам, святитель Петерин много времени уделял физическому труду. Об этом свидетель строит колодцы, выкопанные руками святителя на месте своих молитвенных подвигов. Представился святитель Петерин в 1698 году в возрасте 53 лет. Тело святителя было погребено в нижнем этаже Тамбовского Спасо-Преображенского собора у южной стороны правого предела во имя святителя Николая. После блаженной кончины святителя Петерина его духовная связь с паствой не прервалась. Место его упокоения стало вскоре благоговейно почитать. С каждым годом все более возрастало число богомольцев, собиравшихся в день кончины святителя 28 июля на богослужение в Тамбовский собор. Богу нашему слава во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.